Приветствую вас. Смотрите, вы пишете о том, что у вас низкая самооценка, вот, и имеет место быть ревность. Во-первых, прежде чем говорить о повышении самооценки, нужно выяснить, за счет чего она у вас понижена, то есть что сейчас, в данный момент. Из объективного вашей психологической реальности есть такого, что, по вашему мнению, делает вас хуже других, что вас обсценивает. Это первое. Второе. Второе. Второй важный момент. Как вы приходите к тому, чтобы сравнивать себя с другими людьми. в частности в частности с женщинами. Как вы к этому приходите? то есть благодаря чему образно говоря, благодаря чему для вас становится возможным сравнивание себя другими людьми. Ведь тот факт, что вы делаете это, сравниваете себя с другими людьми уже автоматически означает, что вы думаете о себе хуже. что касается ревности, то здесь у вас собственническое отношение к человеку в первую очередь. То есть, ощущение, что он принадлежит только вам, и что он должен принадлежать только вам. Специфическое отношение к сексу, травмированности с изменами, возможно, в собственном опыте или опыте родителей. Страх одиночества. Страх быть брошенной, возможно. Касательно того, что вы пишете убедиться ощутить контакт, касательно этого, можно сказать, что вам не хватает чего-то чего-то в себе. То есть, вам недостаточно самой себя. А вот с чем это связано, что вам недостаточно самой себя, это уже вопрос. на который, конечно же, нужно поискать ответ. Который нужно поисследовать. Потому что так вот сразу на скидку не сказать, да и не нужно говорить, что может быть, чего вам может не хватать во ну себя самую. Вот такая вот история. Поэтому я бы сказал, что вы в несколько неверном направлении движетесь, когда хотите поднять свою осмотрку. И когда хотите поднять И когда хотите вот вы пишите, значит как представьте следите за людьми, которые по факту проигрывают мне всеми данными. Да, то есть это вот вы играете, вы здесь соревнуетесь, вы конкурируете, вам необходимо здесь в принципе отказаться от конкуренции, в принципе отказаться от нее. Вот потому что она вам только мешает. где-то личный рост. Личный рост. Здесь необходимо чтобы как-то вот немножко поменять своё отношение к этому. Вот ну как вот ну с другим людям и к себе в том числе. Сейчас вы сводите свою ценность по факту. ну какую-то вот чисто-чисто внешне историю. дальше вы описываете в том числе навязчивые идеи, навязчивые мысли. и если это навязчиво имеет место быть, то вам она для чего-то нужна. нужно. И соответственно здесь с попредственной сферой в первую очередь нужно работать. быть может вы подсознательно боитесь отношений разрушаете их и сами того не осознаете. Вот. Такая вот история это вот то, что вам можно ответить. какого-то уникального решения по поднятию самооценки нет и слава богу все подбираются индивидуально в зависимости от проблем человека. вот поэтому обесценивать себя считая, что есть какой-то ключик волшебный к решению ваших проблем. и поднять ваши самооценки не стоит. Вот. А стоит поработать преследовать себя. Вот. И тогда уже будет более очевидно как и чем можно вам помочь. с и и и и и и и могу вам отдать. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.